Издательство «Эксмо». Татьяна Устинова. Персональный ангел. Катерина включила телевизор как раз когда заканчивались новости и начиналась какая-то очередная аналитическая программа, которую она почти никогда не смотрела. Наступившее после президентских выборов благодушное затишье было похоже на топкое болото, застланное рогушкой. Вроде на первый взгляд и не болото, а наступить страшно. Журналисты из пальца высасывали сенсации. Политики вяло перебрехивались, как соседские собаки, знающие друг друга всю жизнь и лающие по службе. Государь-батюшка погрузился в литургию, а ближние бояре с ужасом ждали, что он сотворит, очнувшись. Мог сотворить все, что угодно. По всему поэтому телевизор в данный конкретно исторический момент Катерину раздражал. Смотрела она только то, что так или иначе могло быть связано с работой, то есть с Кольцовым. Сегодня он опять что-то комментировал в прямом эфире. Его пресс-службе мало показалось героя дня, захотелось еще чего-нибудь в этом духе. Зазвонил телефон. Катерина, оттолкнувшись от угловой стойки с компьютером, за которой она сидела, подъехала к нему на стуле. «Тарзан. Первая серия», — называл ее способ передвижения по кабинету Приходченко. «Кать, начинается», — сказала в трубку секретарша Ирочка. «Ты смотришь?» «Спасибо, Ириш, смотрю», — ответила Катерина и прибавила звук. «Так и есть. Один к одному, герой дня. Те же паузы, та же мрачная, обрюзгшая физиономия, желтая от грима, те же неопределенные вопросы тетеньки ведущей». «Черт побери», — пробормотала Катерина, не в силах смотреть на то, как старательно ее клиент губит остатки собственного имиджа. Она повернулась к телевизору спиной и стала яростно печатать, чтобы хоть не видеть, а только слышать. Тимофей Кольцов бухтел что-то с экрана своим неподражаемым голосом, который так искажал микрофон, довольно долго. Катерина продолжала мрачно печатать, как вдруг ее ухо выделило что-то смутно знакомое. Она прислушалась и выглянула из-за компьютера, недоверчиво глядя на экран. «Я иду на выборы с четкой задачей», — говорил Тимофей Кольцов, уставившись тяжелым взглядом в камеру. «И уверен, что я ее выполню. Мой родной город будет жить без наркотиков. Может, эта задача не по плечу мне одному, но, объединившись, мы, калининградцы, с ней справимся. Я не призываю никого выходить на улицы и ловить торговцев наркотиками или ввязываться в дела, которые должны делать правоохранительные органы. Я просто обещаю, что в моей области, — он подчеркнул слово «моей», — наркотиков не будет. А люди имеют право решать, поддержат они меня или нет». Не веря своим ушам, Катерина в волнении вытащила из шикарного настольного прибора разрезной нож для бумаг и уронила его. Тимофей Кольцов говорил почти слово в слово то, что она написала в очередном предложении, которое Приходченко еще недели три назад отдал Абдрашидзе. Предложение кануло в лету, повторив судьбу десятка других. «Вы не боитесь криминальных структур, которые могут отреагировать на ваше выступление?» — кокетливо спросила ведущая. Слушала она только себя, гостя не слушала. «Вот дура», — подумала Катерина Сердита. «Я ничего не боюсь», — Кольцов улыбнулся короткой людоедской улыбкой. «Я верю в человеческий разум и в то, что меня поддержит. Я верю, что люди придут и проголосуют за избавление от наркотиков. Это уже агитация, Тимофей Ильич», — заметила ведущая с радостной улыбкой. Но Кольцов не дал ей прервать себя. «Это не агитация», — возразил он с досадой, и Катерина прибавила громкость. «Заговорив о своей предвыборной программе, он вдруг обрел уверенность, перестал бухтеть и стал похож на бизнесмена и политика, а не на условно освобожденного. «Агитация у нас еще впереди. Я просто обещаю сделать все от меня зависящее, чтобы, отпуская детей в школы или в институты, люди не боялись, что оттуда они придут уже наркоманами». Все это звучало довольно коряво, но производило именно то впечатление, которое и требовалось. Что-то вроде «говорить я не мастак, но дело свое знаю». Жаль, что время заканчивалось, Катерина готова была слушать еще. Ведущая быстро попрощалась, заиграли фанфары, пролетели титры. Катерина откинулась в кресле, сообразив, что все время сидела, подавшись вперед. По коридору к ее двери приближались шаги. Кто-то почти бежал со стороны приемной Приходченко. Дверь распахнулась, и Катерина увидела Славу Панина, а за ним Сашу Андреева и вдалеке подбегавшую Ирочку. На столе затрезвонил телефон, и в кармане шубы, висевшей в шкафу, заверещал мобильный. «Да», — сказала Катерина. Слава выудил из шубы ее мобильный и пробормотал в него. «Одну секундочку, пожалуйста». «Катерина Дмитриевна, это из приемной Кольцова», — вежливо сказали в трубке. «Тимофей Ильич только что позвонил из Останкина и попросил вас подъехать на Ильинку». «Когда?» — ошарашенно спросила Катерина. «В течение получаса. Сумеете добраться?» «Да, конечно», — быстро согласилась Катерина и выхватила у Славы мобильный. «Бери, Панина, и чешите на Ильинку», — сказал из трубки Приходченко. «Эфир видела?» «Видела, Олег», — жалобно проговорила Катерина. «А что это означает? Может, объяснишь?» «Страшно просто так ехать». «Это означает, что ты развязала небольшую криминальную войну в одном из регионов нашей необъятной родины», — охотно пояснил Приходченко. «Олег, я же совсем не то имела в виду», — закричала Катерина. «А вот это ты ему будешь объяснять. Он как раз жаждет послушать». «Мы считаем, что, используя одну из самых острых проблем Калининграда и процветающую торговлю наркотиками, мы сумеем воздействовать на избирателей именно так, как нам требуется». «Мы совместим начало предвыборной агитации с показом по местному и центральному телевидению нескольких откровенных страшилок о наркотиках и наркоманах. Затем, как предлагает Станислав Панин, мы начнем агитацию на дискотеках и в молодежных клубах. Кстати, в городе есть неформальный молодежный вожак, которого следовало бы купить». Катерина перевела дух. Все молчали и слушали ее все, включая кота Тимофея, который, в отличие от прошлого раза, сейчас изучением своего внутреннего мира не занимался, а неотрывно смотрел на Катерину ничего не выражающим темным взглядом. Ей было очень страшно. Она набрала воздуха, чтобы тут же без запинки продолжить, когда Кольцов вдруг спросил без выражения, «Откуда информация?» «Какая?» — не поняла Катерина. Ей очень мешал его взгляд. И его присутствие. Оказалось, быть храброй в присутствии Тимофея Кольцова очень нелегко. «О молодежном лидере», — пояснил он без выражения. Катерина залилась нервным румянцем. Как всегда, до глаз и ушей. Если он намекает на Сашу Андреева и его провалившуюся попытку стать лейтенантом Коломбо, то она сейчас сама провалится от стыда через все перекрытия трех этажей и угодит прямиком на мраморную конторку в вестибюле. То-то радости будет, Юлией Духовой. Катерина глянула в сторону Приходченко, но он сидел молча, безучастно постукивая карандашом, и спасать ее не собирался. Понимая, что неприлично тянет с ответом, она посмотрела на Кольцова и сказала, стараясь быть как можно более убедительной, «Информацию мы получили от наших сотрудников, работавших на вашей территории. Они сообщили, что...» «От тех ваших сотрудников, которые собирали сведения обо мне», — безжалостно уточнил Кольцов. «Да, понятно». «Он совершенно сбил меня с мысли», — поняла Катерина несколько секунд спустя. «Я не знаю, о чем говорить». Выручил Слава Панин. «Имеет смысл подключить к компании какую-нибудь знаменитость, например, Олега Газманова. Он родом из Калининграда, его там все обожают, и кого-нибудь из киношников, кто регулярно бывает на фестивалях и хорошо известен людям». «Михалкова?» — не слишком уверенно спросил Терентьев. «Можно Михалкова?» — согласился Слава, а Катерина вдруг подумала. «Хорошо, что Михалков нас не слышит». «Ближе к ноябрю?» «Я думаю, можно усилить работу среди моряков», — сказал Приходченко Хмура. Он вообще выглядел странно, как будто у него всю ночь накануне болели зубы. Кольцов повернул голову в его сторону, показывая, что слушает. «Мы подняли статистику по рыболовным траулерам, арестованным за долги в иностранных портах. Если бы вы могли заплатить хотя бы за один, допустим, за тот, который собирали на вашем заводе, пусть 20 лет назад, мы подняли бы на ноги всю прессу, не только местную, но и центральную. Это был бы беспрецедентный шаг, и вы одним махом получили бы голоса не только рыбаков, но и членов их семей». «Сколько арестовано кораблей, собранных на нашем заводе?» «Два. Я заплачу за оба. Или сколько их будет к осени?» «Юлия Павловна, запишите». «Дальше». «Мы предлагаем летом провести мощную акцию под лозунгом «Заботясь о будущем». Объявим конкурс на лучшие предложения по утилизации отслуживших кораблей». Катерина посмотрела на руки Тимофея Кольцова, очень загорелые в ослепительно-белых манжетах рубашки. В лицо ему смотреть она не решалась, а по сторонам не могла. Тут же натыкалась на светлый от ярости взгляд Юлии. «А один из них можно переоборудовать под детский центр с настоящим корабельным интерьером внутри или ресторан, что менее интересно. Еще мы предлагаем вам проспонсировать День военно-морского флота. Мы считаем, — перебил ее Слава Панин, — что такие мероприятия гораздо более подходят вам по имиджу, чем благотворительные балы, — Тимофей Ильич. Конечно, их тоже необходимо проводить. Трепетный взгляд в сторону Юлии и Абдрашидзе. Особенно, когда понадобится привлечь на свою сторону местный бизнес, но в общем и целом, на наш взгляд, лучше, чтобы это было что-то более народное и абсолютно конкретное. «Я очень люблю все народное и абсолютно конкретное», — произнес Кольцов, и Екатерина с изумлением поняла, что он шутит. Слава тоже посмотрел удивленно, и Екатерина перехватила инициативу. От волнения они вели этот разговор как партию в пинг-понг, перебрасывая шарик друг к другу. Таким образом, совместив все действия по четырем направлениям, которые мы назвали условно «репутация», «доверие», «надежность» и «забота», и, прибавив сюда обещание избавить город от наркотиков, мы получим предсказуемую положительную реакцию избирателей. По нашим сегодняшним оценкам, мы вполне сможем победить в первом туре. «Надеюсь», — Кольцов медленно обвел взглядом всех собравшихся, давая понять, что он заканчивает встречу. «Игорь Вахтангович, проинформируйте коллег о нашем графике. Я улетаю в Калининград послезавтра. Надеюсь, что к этому времени будет готов не общий, а абсолютно конкретный план. Тем более мы все так любим конкретные планы. «Вы», — он в упор посмотрел на Катерину, «проинформируйте меня о нем в самолете. Благодарю вас, господа». В золотисто-бежевой приемной вышедшая последняя Юлия Духова сказала Катерине с беззаботной улыбкой. «Все это полная чушь, то, что вы наговорили. И, уверяю вас, к завтрашнему дню будет принято другое решение, так что мой вам совет. Не радуйтесь особенно». «Да я и не радуюсь», — пробормотала Катерина. «Мы получили информацию, спасибо. У вас все получилось. Еще бы, я контролирую ситуацию, как и обещал. Девушка не догадывается?» «И не догадается. Все будет в порядке. Дня через три я буду знать весь график поминутно. Вам останется только принимать контрмеры. И примем. Может, жучок все-таки поставить? Может, и поставить. Я не смогу быть рядом каждую минуту. Да это и подозрительно, в конце концов. Хорошо, встретитесь с Павлом и все обсудите насчет жучка. Деньги мы перевели. Окей. И не звоните мне, лучше я. Побаиваетесь все же. Да ведь не вы же головой рискуете. Тимофей стоял на самом краю и думал. Под ним и перед ним дышало и ревело невидимое в темноте громадное холодное море. Он выстроил этот пирс специально, чтобы приходить сюда, когда вздумается, и слушать море. Тимофей Кольцов не был романтиком и поэтом, но море завораживало и пугало его. Он относился к нему как к живому организму. В его присутствии он мог думать и принимать решения лучше, чем в присутствии своих компетентных и профессиональных замов. Море было таким же, как он сам, расчетливо неуправляемым, не подчиняющимся никакому контролю, создающим всего лишь иллюзию близости к людям. Люди могли использовать его только в той степени, которую оно допускало, и Тимофей тоже. Они оба не боялись выходить из берегов и заглатывать слабых и неготовых к борьбе. Он никогда не мог толком объяснить себе своего отношения к морю, но когда пытался, выходило что-то в этом роде. Ночная Балтика обдавала его соленым и влажным ветром. Белая пена иступленно бросалась на бетонные стойки пирса и ни с чем откатывалась назад. Тимофей думал. Охрана на пирс за ним не пошла. Темный силуэт, похожий на одногорбого верблюда, маячил почти у подъемника. Ребятам было неуютно на ночном февральском ветру. Они сбились в кучу и маялись, ожидая, когда у шефа пройдет очередной приступ любви к морским прогулкам. Но шеф не торопился. За три дня он провел восемь совещаний. Уволил заместителя директора янтаря по хозяйственной части, который стал воровать слишком активно, а директор уволить его не мог, потому что тот родной племянник мэра. Племянника Тимофей выгнал, с мэром объяснился вполне подружески. До сих пор Тимофей был нужен мэру гораздо больше, чем мэр Тимофею, и такое положение дел необходимо сохранить во что бы то ни стало, что Тимофей и сделал. Ему всегда нравилось вникать в подробные мелочи управления. Они позволяли оставаться в курсе всех дел и не давали расслабиться окружению. Барин в любой момент мог нагрянуть и потребовать от управляющих детальных отчетов. В гневе его превосходительства был крутеяник. И управляющим ничего не оставалось, как вылезать из кожи вон, стараясь не прогневать батюшку. Тимофей усмехнулся, вспоминая, где это он понабрался подобные чепухи про его превосходительство и батюшку барина. Где-то когда-то прочел, хотя где и когда не помнил. И что это было, тоже не помнил. Литература не интересовала его. Впрочем, его ничто не интересовало, кроме одного — заставить окружающих делать то, что нужно ему, Тимофею Кольцову. Ему нравилось это чувство, оно опьяняло его гораздо лучше водки, пить которую ему не позволял его дьявол. Хоть какая-то от него польза. Неизвестно, в какой канаве Тимофей закончил бы жизнь, если бы мог пить. Вероятно, в самой ближайшей, к тому районному суду, в котором судили Михалыча. Тимофей сильно вздрогнул и стиснул в кулаке зажигалку. Зажигалка негромко хрустнула, ломаясь, и металлическая ее основа больно впилась ему в ладонь. Не думать, как это вышло, что он об этом подумал, не сметь, не давать себе ни малейшего шанса. Что там у нас с делами? Он поужинал с начальником порта, встретил и проводил норвежцев. Компания Viking Sea Foods собиралась купить у него два траулера, и дело застопорилось. Очевидно, он слишком мало заплатил тому, кто лоббировал контракт, и это нужно срочно исправить. Он отказал в деньгах театру и подписал сумасшедшую смету на зоопарк. Он знал в зоопарке каждую дырку в заборе и каждый закоулок между клетками. Конечно, у него никогда не было такой роскоши, как десять копеек, чтобы купить себе билет, и поэтому он перебирался по мостику через крошечную вонючую речку, в которую в зоопарке валили все звериные отходы, а на той стороне сетка была прорвана, и никто никогда ее не чинил. Он попадал в зоопарк как-то сбоку, далеко от основных нарядных дорожек, где гуляли семьями праздные идиоты, приперевшиеся, чтобы пялиться на диковинное зверье. Тимофей ненавидел эти семьи и этих идиотов. Они еще покупали своим деткам воздушные шары и мороженое, и катали их в тележках, которые везли нарядные пони. Однажды он перерезал пони уздечку, пока ленивый кучер что-то выяснял у толстой кассирши. Тимофей из-за дерева наблюдал, как изумление кучера сменяется тяжким недоумением, а потом яростью, и он хлещет ни в чем не повинного пони и матерится, грозясь убить этого ублюдка, а детки вокруг радостно хохочут, как будто в цирке. Потом он все-таки поймал Тимофея и раза четыре ударил, пока его не спасла Маша. Эта Маша, непонятно почему, жалела Тимофея, хотя жалеть его было трудно, он ненавидел все вокруг. Он ненавидел такой лютой, отчаянной, болезненной ненавистью, что крушил все, что попадалось у него на пути. Стекла, заборы, машины. Он воровал то, что ему нравилось, а то, что не удавалось украсть, он изничтожал и портил. Сколько ему тогда было? Лет девять, пожалуй. Впрочем, точный свой возраст он так и не установил. Да, Маша. Она была то ли студентка, то ли практикантка и работала с медведями. По какому-то молчаливому уговору она позволяла Тимофею приходить, когда вздумается, и смотреть, как она кормит взрослых медведей и маленьких медвежат, как чистит вонючие клетки, выгнав их в соседний вольер. Продолжение следует...